Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. С 1 октября обслуживать жилой фонд в ряде районов Самары будет новая управляющая компания «Общество с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальная система», которая сменит ПТС-сервис. Как отмечает глава города Дмитрий Азаров, смена управляющей компанией – закономерный процесс. К ПТС-сервису жителей накопилось много претензий. Новую управляющую компанию порекомендовал Национальный жилищный конгресс. Это авторитетная федеральная организация, работающая в сфере ЖКХ. Городские власти подписали договор о взаимодействии с этой структурой. Подготовку к зиме в ТСЖ-85 дома по улице Вольская начали заранее. Теперь жильцам не страшны даже самые сильные морозы. В этом году жители решили сами обновить теплоузел. В первую очередь привели в порядок подвал. Помещение давно требовало ремонта. Сначала избавились от ржавчины на стенах, потом принялись за трубы. Краску обновили по ГОСТу. Чтобы зимой не было перебоев с теплом, частично заменили оборудование и подготовили теплообменники. Промыли теплообменники. Вот у нас их четыре. Данный теплообменник не промывали семь лет. Они теперь будут от радости плакать, что нас помыли. Заменили. Вместо вот таких вот задвижек мы поставили шаровые краны. Вот они, шаровые. Там, где в доме есть хозяин, работа спорится. И текущий ремонт, и подготовка к зиме обычно идут с опережением. К холодам уже готовы многие товарищества собственников жилья в городе. А вот управляющие компании такой оперативностью похвастаться не могут. Не все укладываются в график. Серьезной ситуацией сложилась ПТС-сервис. С 30 сентября управляющая компания в одностороннем порядке разрывает договоры с жителями. У ПТС-сервис накопились долги перед поставщиками услуг. Это не позволяет организации привлекать инвестиции, получать кредиты в банках, а также участвовать в госпрограмме капремонта. На обслуживании ПТС-сервис находятся десятки зданий в четырех районах Самары. Городские власти держат ситуацию под контролем. Без присмотра дома не останутся. Неоднократно ставился жителями вопрос о том, что компания работает недостаточно эффективно и люди испытывают неудобства в работе этой компании. В ближайшее время предполагается, что на место этой компании придет компания другая. Я говорил всем управляющим компаниям, что или вы придете в себя и начнете работать так, чтобы это соответствовало тем условиям, которые в 21 веке должны быть. И, соответственно, не будет жалоб и нареканий от жителей. Либо мы будем принимать решения и создавать условия. Могу сказать, что мы можем условия создавать и помогать людям, в том числе о смене управляющей компании. На смену ПТС-сервис придет новая управляющая компания «Жилищно-коммунальная система». Ее городским властям порекомендовали в авторитетной федеральной структуре «Национальный жилищный конгресс». Эта организация объединяет управляющие компании в восьми федеральных округах, которые обслуживают пятую часть жилого фонда страны. Администрация Самары заключила договор о взаимодействии с Национальным жилищным конгрессом. Это позволит внедрять современные технологии и более эффективно управлять сферой ЖКХ. Действительно появилась профессиональная системная компания, управляющая, которая должна изменить полностью подход к управлению, показать, как профессионально управлять домами. Приход компании изменит и подход общения с жителями. Жители смогут достучаться до управляющей компании и получить квалифицированный ответ на происходящее все действия. Это тоже немаловажный фактор, который влияет на взаимоотношения. Это работа и в Центре по работе с населением. Это работа и в колл-центре. Это и работа по расчетам. К работе новой управляющей компании приступает с октября. Председатели домовых советов и эксперты уже успели изучить договор с ЖКС. Над документом работали общественный совет при главе города, муниципальное предприятие, центр поддержки и развития местного самоуправления, департамент ЖКХ и городская прокуратура. В договор внесли более 20 поправок. На сегодняшний день вот тот договор, который мы подготовили вместе с ними, он соответствует всем требованиям ЖКС и законодательства Российской Федерации. Мы ввели туда понятие председателя Совета Дома. То есть теперь управляющая компания будет работать непосредственно с председателем Совета Дома. Мы поднимаем их авторитет, этих председателей Совета Домов, в качестве решения каких-то вопросов по дому. Какую управляющую компанию выбрать, жильцы дома могут решить на общем собрании. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем с договором на обслуживание дома, люди могут ориентироваться на созданный образец. С новым договором управления многоквартирным домом могут ознакомиться все желающие. Документ размещен на сайте ресурсного центра поддержки развития местного самоуправления. Смена управляющей компании – это только начало продуктивной совместной работы с Национальным жилищным конгрессом. В планах реконструкция микрорайонов старой застройки, благоустройство общего имущества многоквартирных домов, повышение энергоэффективности в многоквартирных домах и развитие добрососедства среди жителей города. Лариса Шалафаст, Иван Карпов, Константин Головин. События. Почти 3,5 миллиарда рублей – общая задолженность за коммунальные услуги в Самаре. 2 миллиарда накопилось за прошлые годы. Больше всего злостных неплательщиков проживают в Кировском, промышленном и советском районах. Горожане задолжали управляющим компанией МПТС-сервис более 750 миллионов рублей. И у Каваска – почти 700 миллионов. Взыскать долги управляющие компании пытаются разными способами – от бесед с должниками до отключения коммунальных услуг. Если люди игнорируют платежки более полугода, на них готовят обращение в суд. Долги растут в том числе и из-за нулевых квартир. Владельцы сдают жилье и не платят за коммунальные услуги. Ситуацию с долгами обсудили на совещании в мэрии. Глава города Дмитрий Азаров поручил департаменту ЖКХ активизировать работу с должниками. На государственном уровне в ближайшее время также готовится ужесточить меры по взысканию задолженности, вплоть до выселения должников из квартир. Также планируют значительно повысить штрафы за неуплату коммунальных услуг. Эту возможность уже обсуждают в Министерстве регионального развития страны. У 400 дольщиков компании «Эльгрант» появилась надежда, что их дома будут достроены. Областной Минстрой ищет застройщиков. Компания возьмется достроить 6 проблемных объектов. В качестве компенсации бесплатно получит 3 земельных участка. Вопрос о выделении земли решали на городской комиссии по застройке и землепользованию. Дольщик Василий Алексеенко уже 10 лет ждет свою трехкомнатную квартиру в доме в Ленинском районе. Компания «Эльгрант» успела возвести всего одну секцию, когда стройку заморозили. На месте остальных трех – котлован и ветхое жилье. Вместо новых квартир дольщики получили бесконечные суды. На застройщика заведено уголовное дело. Компания «Эльгрант» находится на стадии банкротства. Обманутые соинвесторы потеряли около полумиллиона рублей. Всего в Самаре-Кинеле компания недостроила 6 домов. Понятно, что рядовой дольщик хочет прямо сейчас и сразу. Но с учетом той ситуации, которая была создана предыдущим руководством компании «Эльгрант», а в частности непонятные взаимоотношения по земельным участкам, просроченность по арендной плате за земельные участки, иногда возникали даже двойные продажи. И, в общем-то, тут очень много еще проблем разбираться перед тем, как непосредственно краны заверкнутся на самой стройке. Более 400 дольщиков вместе с новым арбитражным управляющим надежды не теряют. Ждут инвестора, который поможет достроить их дома. В областном Минстрое просчитали затраты, необходимые для завершения строительства проблемных объектов «Эльгрант» и решили, что бюджет региона не потянет такую нагрузку. Инвесторам, которые возьмутся решить проблемы дольщиков в качестве компенсации, предоставят бесплатно три земельных участка в Самаре. Министерство предложило на суд городской комиссии по застройке и землепользованию территории на проспекте «Юных пионеров», на улице Ташкентской и участок в Ленинском районе. В сегодняшнем заседании комиссии было рассмотрено три земельных участка, которые планируются о переводе зоны в дальнейшем предоставлении собственность застройщику для удовлетворения прав дольщиков «Эльгранда». Шесть объектов долевого строительства, 424 участника. Завершение строительства без сетей, без богоустройства составляет более 1,150 млрд рублей. Комиссия поддержала предложение областного Минстроя с небольшими поправками. Область предложила на одном из участков поменять зонирование, чтобы застройщик мог строить на бесплатной земле высотки. Интересы будущих жильцов превыше всего отметил первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов. Даже если компания возьмет на себя важную миссию решить проблемы обманутых дольщиков, градостроительные нормы должны соблюдаться. Нас все равно интересует посадка возможная этих зданий, расположение, потому что здесь достаточно большой квартал. Мы должны убедиться, что жителям там просто-напросто удобно будет жить. При проектировании этих зданий в любом случае региональные нормативы градостроительного проектирования просто в обязательном порядке будут учтены, как по плотности застройки, так и по количеству парковок. Вопрос о выделении трех бесплатных участков застройщикам решено вынести на публичные слушания. В случае положительного решения в течение месяца объявят торги. Тогда у дольщиков компании «Эльгрант» появятся реальные перспективы в ближайшем будущем справить новоселье. Евгения Белова, Алексей Золотенков, Станислав Левин. События. Качество ремонта в больницах и поликлиниках региона проверят специалисты фонда обязательного медицинского страхования. Такое поручение дал губернатор Николай Меркушкин. Пока результаты неутешительные. Проверки показывают, что в некоторых лечебных учреждениях ремонт, выполненный год-два назад, уже пришел в негодность. Все дело в коммерческой заинтересованности руководства. В сметах были указаны более дорогие материалы. На деле использовались другие, с низким сроком службы. «Если двери повисли, окна пластиковые продуваются, они неплотные менялись, значит, некоторые виды медицинского оборудования не эксплуатируются в силу различного рода причин, а были громадные средства и потрачены». Специалисты фонда ОМС по каждой больнице подготовят подробный доклад и передадут материалы губернатору. Не исключено, что будут заведены уголовные дела на лиц, которые захотели обогатиться за счет бюджетных средств. Пока хуже всего обстоят дела с центральными больницами Жигулевска и Октябрьска. Детские вопросы со взрослым размахом решал на приеме граждан депутат Госдумы Александр Хинштейн. Досуг подростков, перспективный спорт и обустройство детских комнат в городских больницах. На ежемесячный прием по личным вопросам к депутату обратились люди, неравнодушные к проблемам детей и молодежи. Подробности в нашем сюжете. «Чудеса случаются» – благодворительный проект, цель которого – открытие детских игровых комнат в лечебных стационарах. Поддержать проект в Самаре попросили депутаты Госдумы Александра Хинштейна. Символ проекта – бабочка. Суть участия в том, что дети совместно с приглашенными гостями разрисовывают бабочки для образца. Принес как символ проекта. В дальнейшем эти бабочки, то есть часть из них, которая нарисована детьми, вот как она выглядит, значит, уходит благотворителем с письмами благотворительными. Часть, которые разрисованы гостями, приглашенными, выставляются нам на аукцион. Деньги, вырученные с продажи, идут на оснащение детских комнат. Проект Александру Хинштейну понравился. Воодушевила его и другая инициатива – создание в городе клубов юных техников, где ребята занимались бы авиамоделизмом. Если вот этот мальчик создал вот такой семиклассник, создал вот такой вертушок, то вы понимаете, какое количество информации ему пришлось переработать. Уже не говоря об этом двигателе, не говоря о модели, которая рождается, скажем так, сначала в голове, потом в чертежах, потом… И все это облетывается. Несколько лет назад клуб авиамоделирования функционировал, но сейчас требуются новые помещения. По вашему клубу, значит, там помещение в чьей собственности? Департамент имущества. То есть он городская собственность, да? Хорошо, я проговорю с городом о том, чтобы посмотреть и восстановление этого помещения. Но и в целом надо как-то более системно подходить к этому. Гарри Корнаухов, директор училища Олимпийского резерва, поблагодарил депутата Госдумы за помощь в строительстве нового корпуса для олимпийцев. При поддержке Хинштейна и городских властей удалось убедить Минспорта построить на спортивной базе «Авроры», что в Сосновом Бару в районе мехзавода отдельный комплекс для будущих олимпийцев с общежитием, стадионом, спортивными залами. Проектирование должно начаться уже в следующем году. Марина Матвеевична, Владислав Манин, События. 90 тысяч детей в этом году отдохнули в загородных лагерях. На оздоровительную кампанию из городского бюджета было направлено 140 миллионов рублей. Для самарских школьников были организованы военно-полевые и учебно-тренировочные сборы. Работали лагеря дневного пребывания. В Центре социализации молодежи честовали лучших организаторов летней оздоровительной кампании. Это врачи, повара, учителя, вожатые. Для них был организован праздничный концерт. Более напряженного времени, чем наше лето, наша летняя оздоровительная кампания в учебном году нет. Чтобы каждый раз двигаться вперед, вперед нужно очень многое. И каких-то творческих предложений, находок, новых интересных мероприятий. И мы это делаем. И делаем все вместе и сообща. В Струковский сад из старой бинарадки привезли огромный дуб. Оживить его пытаются резчики по дереву. За 10 дней скульпторы должны создать персонажей культовой сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». За процессом превращения полена в человека наблюдала Валерия Квасневская. Примерно из такого полена в свое время Папа Карло создал Буратино. А теперь 7 скульпторов из различных городов России пытаются повторить это чудо. Миру давно известны ожившие деревянные персонажи Пиноккио и Буратино. В Струковском саду уже неделю скульптор из Петербурга Валентин Рещиков пытается оживить своего пьеро. Вообще любая деревяшка жить может, если скульптор прикоснется руками своими. Любой образ, не только Буратино. В данный момент это собирательный образ Орлетина, тот же Пьеро. У нас в православии и вообще в славянской культуре скомарок. В Самаре проходит Всероссийский симпозиум по деревянной скульптуре. На летней эстраде струкачей и резчики создают персонажей сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». Работают экспромтом. О том, во что превратится полено, в итоге не знает даже скульптор. Сейчас, в общем-то, инициативу поддержала городская администрация. И идея исходила уже не от меня лично, а от архитектора храма Дмитрия. И была поддержана эта идея как раз в юбилей Алексея Толстого. Идея с симпозиумом заключается в том, чтобы каждый скульптор как он тему прочитывает сам, так и ее делал. Тут указание не должно быть, это не конкурс. Как из древесины рождаются сказочные персонажи, самарцы смогут наблюдать еще три дня. А 20 сентября готовые работы займут свое место на аллеях Струковского сада. Валерия Квасневская, Сергей Баскин, События. Городские дворовые команды разыграли призы первой самарской спартакиады. В финале встретились районные чемпионы. На спортивной базе «Олимп». Кто они, будущие олимпийские звезды, расскажет Сергей Кизоркин. Олимпийские резервы из дворовых команд столицы 63-го региона встретились в спортивном лагере «Олимп» разыграть медали первой городской спартакиады. Готовили физкультурников к соревнованиям. Тренеры по месту жительства почти два года. За это время здоровый образ жизни выбрали около 8 тысяч юношей и девушек. Безусловно, вклад этого проекта в оживление спортивной жизни Самары очень большой. На сегодняшний день у нас работают уже 107 тренеров-общественников. Они работают во всех дворах. Уже огромное количество детей вовлечено в этот процесс. И даже по тем соревнованиям, которые проходят сегодня, видно, что это уже, скажем так, по уровню мастерства не совсем дворовые команды. В финал общегородской спартакиады попали чемпионы районных соревнований. Турниры по отдельным спортивным дисциплинам проходили все лето. На спартакиаде встретились универсальные команды. Подростки зарабатывали зачетные очки в копилку сборной, состязаясь в мини-футбольной, настольном теннисе и стритболе. За основу мы взяли школы Барселоны, Реала. В плане воспитания молодежи мы сейчас берем лекции амстердамского Аякса. То есть пытаемся привить все самое лучшее нашим ребятам из знаний, которые накоплены годами в зарубежных школах. В итоге лучшие подростковые команды и тренеры получили заслуженные медали. Пьедестал почета поделили между собой физкультурные коллективы промышленного, железнодорожного и красноглинского районов Самары. Работа тренеров-общественников не закончится после закрытия летнего сезона. Впереди соревнования по зимним видам спорта. Сергей Кизоркин, Константин Головин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин